Христос воскресе! А я и на воскресе! Сегодняшняя Евангелие, воскресная Лука, последнее начало Евангелия Луки. Значит, там говорится, что Иисус воскресший встретил своих учеников неверующими, впрочем, от радости, удивляющимися и находящимися не вполне в себе. Для доказательства того, что это Он, что Он не Дух и не призрак, Он дал им потрогать руки свои, ноги свои и кости свои, сказав при этом, что Дух плоти и кости не имеет, яко же Мене, видите и муще. То есть осежите Ме и видите, яко аз есть. Они дальше продолжали иметь некие сомнения, и Он, для доказательства того, что это Он, и что Он живой, настоящий, Он перед ними ел и пил, ел перед ними часть печеной рыбы, какой-то кусочек съел и сотовый мед. Не от голода и не от желания насладиться едой, а для доказательства, что это Он живой, настоящий, чтобы они не сомневались. А потом сказал им, что так подобало исполниться всему написанному о Нем в законе и пророках и псалмах. На такие три части Иисус Христос разделил священное писание Ветхого Завета. В законе, у пророков и в псалмах. Закон – это пять книг Моисея, это та самая Тора. А пророки – это потом много всякого, значит, у них там большие пророки, малые пророки. Но там еще есть исторические книги, о них, кстати, Христос не вспоминает. Там книга Самуила, там книги Паралипомен, он не говорит про них. Не говорит еще, правда, о делах некоторых книг священных. Они так называются книги, Ктувим, там Иов, скажем, притча Соломонова. Напоминает только Тору, пророков и псалмы. И говорит, что исполнилось все, что написано там о Нем. Пользуясь случаем, братья и сестры, хотел бы я вам напомнить о том, что, простите мою назойливость, но я знаю, что, во-первых, народ наш до сих пор по инерции, по инерции, именно по инерции, не усерден к чтению Божьего Слова. Кроме того, я знаю, что все беды в мир приходят от незнания Божьего Слова и от пренебрежения им. Я бы хотел, пользуясь случаем, напомнить вам еще раз, что ежедневное чтение Библии вменяется в непременную обязанность всякому человеку. Все остальное почитайте потом. Акафисты, каноны, там что-нибудь еще. А вот чтение Божьего Слова не заменяется ничем и перевешивает все. И это должно быть ежедневным занятием верующего человека. Поскольку наш народ еще более-менее читает Евангелие, по крайней мере в посту, и более-менее читает Псалтирь, особенно в посту. Но вот те вещи, которые Господь назвал раньше, в законе, у пророков, и там потом в псалмах, вот как раз законы пророки народ не читает. И есть много батюшек, которых, не знаю, какой лукавый дух им это нашептал, которые прямо отбивают желание у людей в этом занятии. Он говорит, не надо этого читать, уже все исполнилось, уже все прошло. Читайте только Новый Завет. Это скрытое духовное безумие, если не прямая хула. Потому что все Писание Богодухновенно, и все Писание полезно для научения, наставления, обличения, руководства в жизни человека. И пока небо и земля пройдет, до тех пор ни одна йота из закона никуда не уйдет. Это Слово Божие, это вечное Писание. Сам Господь наш есть вечное Тора. Он сам есть живое Слово, и в нем не пропадает ничего. Поэтому я хотел бы еще раз сказать тем, у кого есть совесть, и в ком ум не заснул, и кто хочет душу свою спасти, кто не хочет, чтобы от него ноги вытер рукавой, и чтобы он оказался, как тряпка на мусорце, значит, на помойке, кто хочет войти в царском достоинстве, в Царство Небесное, надо обязательно полюбить Священное Писание. Все остальное потом. Все акафисты потом, все каноны потом, их у нас много. Библия во главу угла. Значит, закон, пророки и псалмы. Вот можно даже вот в этой трехчастном этом делении начинать прям вот сегодня. Кусочек из закона, то есть любая часть Торы, там или бытие, там или числа, или исход, там любой кусочек из пророков, любой кусочек из псалмов. Один псалом, одна глава бытия, одна глава из пророков, это пища достаточно на целые сутки световые. И там везде о Христе говорится. Оно ценное не само по себе. Оно ценное только потому, что там везде Христос. Христос говорил евреям, что вы думаете Писанием спастись. Значит, исследуйте Писание, что вы думаете именно спастись, а они свидетельствуют о мне. И вот там в этом Писании Божественном везде говорится про Господа. Вот, например, Псалом. Вот сейчас мы пропели Псалом 6-го гласа, воскресный. Господи, воздвигни силу Твою и приди, воеже, спасти нас. Где здесь Христос? Это Псалом. Все прокимны берутся из псалмов. Все вообще. Кроме там, может быть, одного-двух. Есть песнь отцов. Там только один прокимен. Ну, может, два. А вообще, псалмы это... Значит, это прокимны, это псалмы. Вот вам прокимен. Господи, воздвигни силу Твою и приди, воеже, спасти нас. Здесь тоже есть Христос, потому что сила Божия – это Иисус. Апостол Павел нам прям говорит точно, что Христос есть премудрость Божия, мир Божий и сила Божия. Везде, где говорится в Писании про мир, там Иисус. Например, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди Своя миром. То есть, Господь даст силу людям Своей, крепость даст силу. И Господь пошлет Христа Своего к людям, потому что Христос – это мир. Господь благословит людей Своих миром. Христос – мир наш. Он примиряет нас. И с Отцом Своим, и с самими собой, и с людей между собой мирит. Господь везде вносит мир. Он есть шалом. Он мир наш. Он сила Божия. Сила Божия во спасение всякому верующему. Так про него сказано. Иисус есть сила Божия. Во-первых, Он сильный и сильнее всех Иисуса. И Он есть мышца Господня. Там, где Исаия пишет, например, что мышца Господня не сократилась, рука Господня не ослабела. Это Иисус. Иисус есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Бог крепкий, Бог сильный, Бог спасающий. Это Иисус. Поэтому мы сегодня тоже про Него говорили. Если псаломы поются, там постоянно везде Христос. Господи, воздвигни силу Твою. То есть подними силу Твою. Возвыствуй десницу Твою. То есть Иисуса. И приди спасти нас. Это про Христа. Он есть премудрость Божия. Благословен Иси Господи, вся премудрость Ею сотворил Иси. Это про Христа тоже. Это тоже про Иисуса. Он премудрость, Он мир, Он сила, Он красота, Он великолепие. Он все-все-все это про Иисуса. Поэтому это надо читать, потому что там везде Иисус. Не так, как евреи читают. Читаю, вижу, смотрю в книгу, там не знаю, что вижу. И если я читаю Писание, но в Иисуса не верю, как бы, ну, может потом пригодится, но пока что еще не пользуют немало. В Торе, в пророках и в псалмах скрыто слово об Иисусе. И поэтому для этого нужно это изучать. Об этом сказано нам сегодня еще раз. Что исполнилось все написанное, Христос говорит обо мне, в законе, пророках и псалмах. И тогда отверз им ум, разумейте, Писание. Вот я бы хотел, чтобы нам тоже отверзся ум, чтобы мы тоже разумели Писание. Потому что это великая сладость и великая сила для спасения всякому человеку. Как говорил преподобный Антоний Великий, куда бы ты ни пошел, значит, ты помни слово Божие. И что бы ты ни делал, имей на дела твои свидетельство от слова Божьего. То есть руководствуешься Писанием. Особенно это важно для времен, когда нет духовных наставников. Когда царствует духовная безотцовщина. Когда одни люди не знают, как руководить других людей, просто опыта нет. Другие вроде бы знают, но у них нет времени или сил, или желания. И люди похожи на овец неимущих пастыря. То есть люди как бы уходят туда-сюда, бродят, как беспомощные люди. Они бы хотели, чтобы кто-нибудь подсказал им. А их никто не учит. На них всем наплевать, по большому счету. Вот особенно в эти скудные времена, нищетные такие времена, нищенские духовные времена, нужно руководство со священным Писанием. Особенно потом это еще дальше будет. Дальше будет то же самое, еще хуже будет. И суета будет, и блуд будет, и грех будет, и долопоклонство будет, и не поймишь, чего будет. Люди с ума будут дальше ходить. Как бы это сегодня Бог взбодрил. Слава Его Святой Тесницы. Он молодец вообще. Господь великий молодец. Он, если шкуру начнет снимать, то мы сразу начнем каяться и все понимать в одну секунду. Слава Богу, какой добрый Господь. Бьет, не жалея, как бы, ну, зная, что это полезно. Молодец Господь, слава Ему. Значит, а потом, когда все опять будет мирно, опять все будет хорошо, сыто, вкусно, тихо, сладко, трали-вали, как бы опять все превратятся в кое-что, на одну известную букву. И тогда вообще самые добрые люди будут с ума сходить, как бы, значит, как жить вообще? Как вообще? Ну, как жить? Вот живите Писание. Потому что Писание не обманет. Оно есть, сила Божия, к спасению всякому верующему. Им нужно руководствоваться. Полюбите Его. Оно само вас в рай приведет. Уже без нас даже. Так что сегодняшнее евангельское чтение считаю для себя лишним поводом напомнить себе и вам, что каждый Божий день верующий человек должен уделить некоторое время для упражнения, изучения, чтения, запоминания, разжегывания священных текстов, и чтобы потом благодарить Бога за то, что у нас есть такая возможность. Это наша задача. Аминь.